Я думаю даже оставить такой вариант потом Ребята увидел через окно и ужаснулся Вот она моя любимая Я не знаю как у вас, а у нас в поселке на районе крутые пацаны выглядят именно вот так зимой Я вспотею, понимаете? Так что вы не думайте, что я 8 раз переодеваюсь на дню Музыку включил и вперед работать Друзья, я от всей души приветствую вас на нашем строительном канале Часто читаю в комментариях такую вещь, что делаю что-то неправильно И не так как это надо по соображениям ГОСТов, СНИПов и так далее Ребята, я еще раз говорю Я никого не принуждаю, не приучаю к правильному строительству Это не обучающий канал, друзья Я просто рассказываю историю своей стройки Свои ошибки, свои победы И хочу так же Вот это нормально И хочу так же видеть от вас комментарии Подсказки Короче, смотрите, ребятки, что у нас на стройке творится И вот это все намело за вчерашнюю ночь Вот с такой штукой мне придется в дальнейшем жить Слушайте, ну круто, круто, конечно Я не поехал сегодня на снегоходе, потому что с собой очень много вещей Вот так нам подмело Вчера, кстати, здесь был в обед И было не так страшно Вон, видите, я вчера просто взял сугроб и пробил его на машине Но я, наверное, сейчас так же сделаю Хотя нет Я все это почищу, потому что если я сейчас пробью опять сугроб Машина будет стоять сегодня весь день на улице И у меня могут тормозные пристыть просто Сегодня минус 15 Настроение отличное Погода шепчет, солнце вышло Мне кажется, будет круто Поехали! Ребята, ну хорошая Хорошая разминочка так с утра Прям перед рабочим днем-то отлично В городе такого нет Немножко не доубрал тут Но это я оставил на случай, если буду замерзать Сейчас выйду, доубираю Но самый прикол Удачные розы ветров я вам сейчас покажу Смотрите, это мне вообще очень нравится Прикол, да? То есть асфальт И так весь участок То есть получается, если в пургу, например, открыть вот эти ворота И оставить их открытыми вообще в принципе на ночь То это все будет просто прометать туда в поле И тут будет чистенько Я об этом уже думал Открыл ворота Там просто сделать надо такие тележки Вот здесь Чтобы когда ворота откатываются Они заезжали там и держались на чем-то Ну в плане, чтобы не на весу Чтобы противовес не портить И все, и пурга будет прометать все это в поле Тут будет чистенько Поэтому такая идейка есть И кстати, еще один момент Посмотрите, вот если стоит какое-то препятствие В этой розе ветров Дом, да? То около него почти идеальная чистота Небольшой намет Поэтому вот так Ребята, друзья, строители Мои коллеги В прошлом видео про фундамент Я показал два замечательных окна Которые надо постоянно чистить от снега Потому что здесь будет проходить газ Там был небольшой надувщик И я его почистил, в общем Это ничего, каждый раз А то все в фигню чистить что ли Да я вспотею, понимаете? Похоже, здесь будет где-то какой-то навес, козырек Потому что эти окна, они должны быть все время открыты Сейчас немножко юмора В подвале холодно А сегодня мне здесь работать весь день Я хочу где-то греться Я с собой даже привез пирожки Поэтому я модернизировал свое котельное оборудование И сделал вывод атмосферного котла Здесь собраны все варианты труб Начиная от металлической простой трубы Из которой делают столбы Она идет у нас от котла Потом переходит это все в отопительную систему Из нержавейки, вы видите Потом это все водосточная труба И дальше идет рыжая канализационная труба Я вот думаю, какие еще трубы бывают Чтобы дополнить их в свою систему Ребят, я понимаю, что все уже с нетерпением ждут Когда же я приступлю, собственно говоря, к изготовлению К сварке Но, пожалуйста, подождите секундочку Мне надо как-то собраться немного Подготовиться к мероприятию Растопить печку Я уже почти научился затапливать печь И сегодня вы все увидите, как я это стал замечательно делать Как растапливать печь класса буржуйка Что просто? Изначально нам надо много бумаги Для того, чтобы протянуть трубу Наверное Я предполагаю, что это именно так выглядит Когда у меня папа затапливает свой камин Он берет большую кучу газет и засовывает округу в печку Ну, в камин И прожигает их сначала прямо трубой Мы так попробуем обязательно сейчас сделать Я даже вот подготовлю пакел Но мы накидаем туда все-таки газет всяких разных Для того, чтобы потом просто это все воспламенить И закрыть на какое-то время саму топку Но в прошлый раз еще момент, когда, помните, прям дымило дико В этот день было давление И я думаю, что еще дело в этом Чтобы все это занялось Вот так открываем на полу Ребят, вы все ждете Ждете отличного контента, наверное Но дрова-то я рубить умею Плохо, конечно Но умею Это все надо вытащить Немножко магии, ребята, смотрите Опа И оба Ребят, я сегодня буду на пафосе В таких модных очках Я просто забыл дома Правильные очки Магия, она не всесильная Я не могу сейчас просто в ладоши хлопнуть И они тут появятся Поэтому сегодня буду работать в них Закрывая глаза Пытаться по максимуму спасать свои очи Я понимаю, что осколок любой лопнувшего диска Легко пробьет Я еще и стекло в глаза получу Что, давайте попробуем магией Вернем очки сюда Продаются очки различные И стоят они там порядка 200-300 рублей В простых строительных магазинах Да? Вот реально Сколько я не покупал Две-три царапины Где-то их бросил Что-то шорпнул И они идут на выброс Я пришел к такому выводу На всем известном китайском сайте закупок Я приобрел просто Одни очки Это реплика очков ESS Есть варианты разные В них идут 5 стекол И идут очки вот такие Конечно же они не пойдут по своему прямому значению То есть для охоты Или там баллистических каких-то свойств Но они очень хорошо подходят для строительных нужд То есть болгарку держат просто отлично Кстати все они проверены были из пневматики Держат они отлично Но я бы все-таки рекомендовал Если вы хотите профильно взять для каких-то охотничьих целей Берите оригиналы Я взял себе оригиналы и радуюсь очень сильно Не получилось Но зато вы увидели наши летние съемки Ребят, тема нашего сегодняшнего мероприятия Называется просто Мы варим перила Итак, мы приварили закладные Для того, чтобы подлезть в такие места Я скрутил просто ручку И Так, надо ручку вернуть обратно Без нее Не Камильфова Ну что у нас получилось на сегодняшний момент А получилась у нас следующая картина Потом вот так возьмем Так она подойдет И вот так она зафиксируется Опа Вот так сейчас фиксанем пока Чтоб посмотреть Ну и что получается Получается неплохо Мне нравится Еще тот загиб Ну честно Мне он не совсем нравится Тот загиб Который я вот этот сделал По-моему выглядит говно Вторые перила появились Уже прям веранда Еще потом две направляшки Сейчас надо по уровню Все стойки померить Потому что вон та стойка Прям видно как завалена Сейчас все их выровняем По уровню Потом подваримся Немножко Для начала Ну и дальше будем Уже по ходу идти Я так представляю Сейчас мы должны Отдолбить там бетонную Одну штуку И вот вам сразу же Небольшой лайфхак Про лопатку Если у вас такая есть Вы ей пользуетесь Следите Чтобы она была заточена Потому что Это важно Нормально Ребята Увидел через окно И ужаснулся А я еще спускаюсь Когда пирожки то есть Смотрю Ну чаек попить Смотрю короче А это В дом В дым пошел Теперь вы знаете Что такая труба Она не подходит Так Опа Канализационные трубы Не подходят Для системы отопления Блин Чего же у нас дома Творится там интересно Да Блин Красавчик Надо же было До такого додуматься Ну ладно Все Идем дальше работать А я пошел куртку Переодеть Потому что Сейчас буду заниматься Сваркой У меня есть Бич куртка Такая специальная Все уже Изодранная И сваркой Уже обработана Хорошенько Сейчас я ее одену Так что Вы не думайте Что я 8 раз Переодеваюсь на дню На самом деле Просто Жалко еще Это синяя еще поживет Вот она Моя любимая Любимая Рыжуха Сейчас делаем Просто точками Отметки Чтобы Не повело метал Нам надо Просто заточить Вы наблюдаете Если что Подсказываете Где неправильно Варить Конечно Это удовольствие Особенно вертикально Если горизонтально Свариваешь Там можно Эти восьмерки Крутить И так далее Как вертикально Варить Конечно Блин Это наука Интересная Ну На всяком случае Я в этом деле Пытаюсь Постигнуть Но пока Для меня Это сложноватая Наука Но я думаю Я научусь Время есть Проварили Неплохо Я считаю Сейчас мы Это все Должны почистить Перед тем Как варить Второй слой Потому что Потом Мы просто Не подлезем Болгаркой В эти места И для того Чтобы очистить Мы берем Вот такие диски Они толщиной Где-то 5 мм Примерно И обязательно Друзья Одеть Вот такие Активные Наушники И Есть еще Варик Вот я себе Его реализовал Правда Не взял Сейчас с собой Есть такие же Наушники Продаются На Алиэкспрессе Только они музыкальные Ну то есть Простые музыкальные Наушники Объемные Их одеваешь Музычку включил И вперед работать Я ими пользуюсь Летом И точу что-нибудь И газонокосилочкой Работаешь Потом нет этого Гула в ушах Ты просто с музычкой Тебе комфортно Ты слушаешь музыку Кайфуешь Поэтому советую Такие наушники Там цена 1300-1400 Давайте я в описании Ссылку кину Например Который мне понравился Который я себе купил Смотрите под видео Если вы сейчас Вконтакте То смотрите На ютубе под видео Там в описании Должно быть Я не знаю Вконтакте Там не все влазит Субтитры сделал DimaTorzok Так Говорил о технике безопасности Всем да Кричал на все услышания А в конечном итоге Денис сам в таких очках Ну Друзья Я надеюсь Вы меня простите за это Друзья Ставьте галочку Напротив Колокольчика И вы всегда будете Получать уведомления О новых фильмах Так А вообще На самом деле Что это такое Ребят Готово Нам осталось Обточить теперь Все это И покрасить Но красить мы Конечно же Будем теперь весной Друзья Я благодарю вас За то Что сегодняшний Строительный Замечательный Солнечный день Вы провели Вместе со мной Ну а вам я говорю До свидания Мы скоро с вами Снова увидимся Со всеми наступающими И наступившими Праздниками Счастья вам здоровья В этом году В новом году Ну и давайте Будем надеяться Что все наши мечты Они все-таки Воплотятся Те мечты О которых Ты думаешь Искренне И в которые Ты веришь И надеешься Они обязательно Исполняются Поэтому Всех с праздниками Всех люблю До скорых встреч Пока друзья